Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Баина». На прошлом уроке мы сказали, что «Аль-Джару валь-Маджруру мин Аллахи» может быть наатом, сифа, определением, описанием для слова «расуль», то есть «расульун ка-инун мин Аллахи», посланник, являющийся как бы от Аллаха. Также может быть и «мута'люх ми-расуль», состоящим в смысловой связке со словом «расуль», исходя из того, что слова «расуль» здесь в значении посланы, отправлены, ими поддействованы, при части страдательного залога. Значит, «расуль мин Аллах ятлю сухуфам мутахара» – посланник от Аллаха, который читает очищенные свитки. «Ятлю» – это фи'алун мудалин – глагол настоящего будущего времени. Морфон поставлен со стайнеров в изъявительное наклонение. Почему «литаджар руди химинаннасим воль джазм»? Так как он свободен от амину факторов, которые ставят его в состояние насп или джазм. Уаламут рафи – признак в состоянии рафа в этом глаголе. Аддамутыль мукадрату аля ахрихи – скрытая, подразумеваемая дама на его конце. Манамин злахури хастикалю – проявиться огласовки дама на конце этого глагола помещала тяжесть, то есть трудность, сложность произвещения дамы вместе с буквой «вав», над буквой «вав». Это дамирун мустатерун фиги джавазан, скрытая в нем в допустимой форме местомения «хуа». Уалфи'улю маа фа'али – глагол ятлу вместе со своим фа'алем, действующим лицом, то есть местомение «хуа» – все это жульнатун фа'ал ятун – глагольное предложение. Фимахалли рафлин – на месте поджа раф, именительного поджа. Натун са'анин – или же, можно сказать, сифатун са'анитун. Второй наат – второе описание, определение слова «расулин». То есть предложение ятлу здесь на месте одного имени, как будто сказано «талин», то есть «расулин», «талин» – читающий, посланник. Сухофан – это мафулин бихи, прямое дополнение, глагол ятлу. Мансубан поставлен в состояние нас в винительный поджа. Уаляма – это нас бихи, признак поджа нас в этом имени. Аль-фатхата з-захирату аля ахирихи, явная фатха на его конце. Дальше, в которых содержатся прямое писание, или в них содержатся прямое писание. Фи-ха-фи – это харфу-джарин, предлог родительного поджа. Мабним аля сакуни с неизменяемым кончайным сакуном на конце. Ха – это дамиры муттасылин, слитное местомение. Мабним аля сакуни с неизменяемым кончайным сакуном на конце. Фи-махалли джарин бифи – на месте поджа-джар родительного поджа посредством харфа фи. Валь-джару вал-маджрура – харфу-джар-фи и поставленное им на месте поджа-джар местомение ха – мутталликани или мутталликан тоже состоит в смысловой связке бимахадзуфин с удаленным скрытым айменом фактором, которым является хабар мукаддам. То есть фи-ха – это у нас хабар мукаддам. Это сказуемое, поставленное первым своим подлежащим. Но если точнее, сказуемым является этот удаленный аймен фактор. Поэтому некоторые приводят точнее говоря, мутталликан бимахадзуфин хабариль мубтадай. То есть фи-ха состоит в смысловой связке с удаленным айменом фактором, который на самом деле является или являющимся сказуемым подлежащим. Кутубан это мубтадан муахаран – подлежащее именного предложения, поставленное после своего сказуемого. Марфуан – поставлен в составе джар-фи именительной падежи. Ухаламату рафи – признак поджа-джар-фа этим имени. Аллах муттаз-захирату алла ахилихи – явный джар-фи на его конце. Валь мубтада ау маа хабарихи – подлежащее кутубан со своим сказуемым фи-ха – все это джумалату нисмиятун – именное предложение. В махалле нас-бин на месте падежа нас-биниттину падежа. Нактун-санин или сафатун-санин – второе описание или определение слова сухфан. Кайяматин нактун ли кутуб – описание определения слова кутубан. Нактун-санин или сафатун-санин – поставлен в составе джар-фа именительной падежи имени, так же, как оно будет в составе джар-фа именительной падежи. У аллах мутт рафи – признак падежа рафа этого имени. Аллах муттаз-захирату алла ахилия юна юддаму на его конце. Аллаху а'лам. Аллаху а'лам.